Этот выпуск записан до 24 февраля 2022 года. Хотелось продолжать работать в кино, жить одной, иметь, не знаю, там, 10 любовников, феминистка какая-то. Я, может быть, вообще, я не знаю, не была предназначена для того, чтобы быть матерью троих детей. Она очень сильно похожа на меня, она больше всех из детей меня раздражает. Блин, я вот как по телевизору всю эту свою жизнь смотрю. У меня вообще в этой истории всей нет. Пришло время туда вернуться и забрать. Привет! Это подкаст «Тепло, тихо, темно». Первый дольский подкаст о чувствах женщины в связи с родами. Меня зовут Лиза Шефер. Я доула, менторка для доула и мамы четверых детей. Всем привет! Это Марьяна Олейник, тоже мама четверых детей, доула и психотерапевт. О, а ещё писательница. Кстати, по поводу писательницы. Пишите нам, пожалуйста. Будьте нашими писательницами. Пишите нам, пожалуйста, в Инстаграм, в Телеграм. Я в жизни не произнесу вот эти все ТТТ, собаки, это всё к Лизе. Я скажу ещё проще. В каждом описании подкаста есть активные ссылки, куда нам можно писать. Можно записывать аудиосообщения в Телеграм. Можно просто комментарии в Инстаграм. Мы, кстати, развернули там сейчас такое сообщество. Ну, приходите, присоединяйтесь. Будем вам очень рады. Да, а ещё можно ставить звёздочки и лайки, или, короче, всевозможные признаки одобрения и повышения рейтинга на платформах, на которых вы нас слушаете, потому что это повышает видимость подкаста для других женщин, которые его ещё не нашли. Здравствуйте. Привет, привет, Тань. Привет. Я очень-очень-очень рада тебя видеть. Сегодня, так сказать, гости с моей стороны. У нас в этом сезоне гости, поэтому я тебя буду немножко представлять. Наверное, мы так сделаем. А ты потом добавишь, чего я не рассказала. Я же говорю, я не совсем такая уж отличница, поэтому я пошла вчера, Фейсбук открыла твой, и посмотрела, вдруг я чего-то не помню о тебе. Ну, окей, из того, что знаю. Таня. Опет. Вот, кстати, я помню, я всегда путалась, апет или опет. Да, ты правильно запомнила. Наконец-то. Таня, мама троих детей, сына и двух дочерей. Таня, преподавательница Freedom Dance. Я прям люблю смотреть твои танцы. Обожаю, вчера пересматривала твои ролики. Таня путешественница, ну, как минимум в прошлом, очень-очень серьёзная путешественница. Вот, сейчас просто, я так понимаю, это посложнее делать. Я знаю, что ты объехала полмира. Чего я тебе ещё знаю? А, тебя я знаю как о маме детей-анскулеров. Ну, сейчас, я так понимаю, тоже это изменилось. Ну, как всё изменчиво. Но вот эта тема анскулерства, да, что ты была спикером на конференциях по хомскулингу, вот такая вот идея. Это тоже помню. А, и ещё я помню, что Таня много где училась. Она психолог, там, в философии какой-то, где-то там в Англии училась, где-то в Москве. Короче, ты много учишься, вот это я тоже запомнила. Вот такие у меня от тебя впечатления. Я что-то не так сказала. Ну, только единственное, да, что не путешествую я сейчас не потому, что сейчас сложно, а на самом деле не так всё и сложно. У меня приезжал вот из Беларуси Саша Авдевич, который на коляске путешествует, и он вот, там, Турцию, Испанию, Италию, всё, он проехал на своём хендбайке и со всеми ковидом, то есть это как бы вот стереотип, что сейчас путешествовать сложно, ничего не сложно, вот. А я сейчас путешествую, я поняла, что для меня всегда эти путешествия, они были, знаешь, про людей. Я места смотреть не люблю. Вот если я в Новый город приезжаю, да, я не иду там в эти памятники или что там, в музей или вот это. Это всегда было про людей. Я как бы продолжаю путешествовать по людям, и Афины такая интернациональная, как вот тут эта коммуна, что тут вот как бы любую культуру, какую захочешь, можно погружаться. Можно никуда не ездить. Да, и можно никуда не ехать, то есть можно на месте всё это. Я сейчас же делаю радиопередачу на греческом радио, вот, и как приглашаю туда разных гостей, вот я таким образом путешествую по миру, то есть вот общаюсь с этими людьми. Таня сейчас живёт в Афинах. Да. В Греции. В Афина полтора года. Мы совсем близко. Вот такая вот Таня. Для того, чтобы начать, нам нужно, чтобы ты выбрал какие-то одни свои роды, потому что про все сразу мы не поговорим. И классно было бы, если у тебя, может, сейчас уже в голове прям возникает что-то, чтобы это были какие-то роды, которые, не знаю, самые загадочные, самые непростые, и не в плане физиологии там, и как это вынести телесно. А вот как история, самая загадочная история, как это для тебя? Ну, мне кажется, что я бы не выделяла никакие, потому что они все трое были очень разными. Важно обозначить хоть что-то. Да, и хоть что-то сказать про все, хотя бы по чуть-чуть. Потом мы можем на какой-то там отдельной истории остановиться. Потому что первые роды у меня были, что-то мне было 21, наверное, только, или 20 лет. И, то есть, я была там студенткой, и, то есть, я вообще ничего не знала. У меня не было рожающих там или беременных подруг каких-то. То есть, я там какие-то журналы читала. Ну, и все это было там в больнице и со всеми вот отягощающими обстоятельствами. Вот, а вторые уже роды у меня были домашние. И уже я там все, и уже знала тех, кто дома рожал уже. Вот, а перед третьими родами уже у меня был и опыт домашних родов, и вообще как бы уже опыт всяких там телесных практик. И уже это был прям такой праздник там с песнями и танцами. Чем знаменательны эти вторые, ну, если говорить, мы будем про третье тогда роды, как уже там венец всего моего этого действия. Но третье еще у меня была такая идея, да, чтобы родить в Индии. Я была беременная в Индии Лизой. И вот в какой-то момент я добралась до монастыря, и там даже нашлась у меня женщина, которая вот готова была принять роды. И так вот мне хотелось. Ну, такой вот у меня остался незавершенный гештальт родов в Индии. Ну, все, как бы больше я рожать не собираюсь. Так что про третье можем говорить. Ты просто про вторые еще сказала, так как мы не будем про них говорить больше. А подожди, а по-моему, что-то тут такое интересное. Третье, конечно, в Венеции, там все прекрасно. А про вторые ты сказала, что типа, все, спасибо, в Индии я больше рожать не буду. То есть каким родом у тебя, ну, как бы за какими родами у тебя больше тянется эмоциональный хвост? Или как бы к каким ты больше возвращаешься? Ха! Не обязательно к каким ты возвращаешься мыслями, потому что, похоже, как раз про вторые ты такая. Не, мы даже про них говорить не будем. Однако они тут влезли. Так все-таки про вторые или про третьи? Тогда давайте говорить про вторые, потому что там еще история, такая предыстория этих родов такая, что я уже не была вместе со своим мужем на тот момент, когда забеременела уже там что-то около двух лет мы там жили с ним по отдельности. И вот как бы получилось у нас Лиза. И там я, да, очень переживала, что как это так, я же вроде не собираюсь уже что-то быть с этим человеком, а тут вот ребенок с ним. И, собственно, поэтому я и поехала в Индию, чтобы там, типа, как-то у меня там была работа, и все там классно, я там жила уже одна, ну, в смысле, со старшим ребенком нашим, и работала в кино, и у меня там вся такая своя жизнь, а тут бац. Ну и вот я поехала и там рыдала всю эту свою беременность, отпуская, ну, или там позволяя этой ситуации быть. Ну, не знаю, мне казалось, что я там все это приняла за вот этот вот весь процесс беременности, то есть там за четыре месяца рыданий. И я приняла эту ситуацию, что вот так вот со мной произошло. Ну, и, собственно, с отцом этого ребенка мы еще после этого лет шесть, наверное, прожили вместе. Шесть-семь. Вот такая предыстория. А сами роды, ну, вот я вернулась из Индии, и, да, ну, то есть мне однозначно было уже, что я буду заражать дома, что очень мне не хотелось снова к чужим каким-то людям, которые будут меня трогать. То есть вы все-таки перед родами, да, успели вместе сойтись с мужем? Ну, да, я уже возвращалась к нему, он там все рисовал, там всякие мои картины, какая я там красавица, беременная и все такое, ну, то есть он жил, он вообще переселился на то время жить к своим друзьям каким-то художником в мастерскую, бухал там с ними, короче, и рисовал этими картины. У меня сын еще для Тимоши говорил все время, так, а тогда же еще интернета вот так вот в телефоне не было, и мы шли в интернет-кафе там проверять эти письма от папы, и, значит, вот он говорил, я с тобой пойду, если ты там на все кафе рыдать не будешь, вот. Я там приходила, смотрела какую-то очередную картину им нарисованную, ну, и вот продолжала там это все. Вот, и вернулась я уже к нему, да, то есть я приняла это решение, что все, значит, я готова к нему вернуться и уже возвращалась там, типа, вместе с ним там рожать все эти решения принимать и так далее. Ну, у нас единственная была проблема, что было негде, и там, типа, сестра, мы жили у него, у его сестры тогда, и, типа, она сказала, нет-нет-нет, как только я там заикнулась, что я там собираюсь дома рожать, только не в моем доме вообще, а мама, мама представляла там, что я буду, значит, на кухонном, я потом уже с ней когда говорила, вот тоже такое представление о домашних родах, когда я стала с ними как-то потихонечку про это разговаривать, они такие, она говорит, а я-то представляла, что ты будешь на кухонном столе, значит, лежать, там доктор, значит, придет, и это, типа, вот почему-то у нее была вот эта страшная картинка, что это все будет происходить на кухонном столе. А она потом есть не сможет-то. Да-да, она потом есть на нем не сможет. Но это, кстати, вот это уже было перед третьими родами, мы рожали вот дома, причем она была дома, это свекровь, которая себе вот это вот все представляла в этих таких картинках, и потом, когда она вот такая, а что все, а что ты не кричала? Инициированная свекровь. Так, а вторые-то, вторые, смотри, как интересно, ты с них соскальзываешь, а что в них было-то? Вот, вторые, да, соскакиваю, соскакиваю. Ну, значит, вот, и мы нашли где, нашли где, то есть это был вообще не наш дом, мы приехали туда, и хотелось мне тогда еще водную, воду почему-то мне хотелось рожать, что-то это начиталось, надо воду, и вода у меня не получилась, что-то я там пока в этой воде сидела, ничего, ничего не происходило, потом я уже вылезла из воды, и все получилось не в воде. Вот, долго было достаточно, Лиза большая родилась, там 4200, и как-то по сравнению с Тимом, который был 2800, как-то это все было, но все равно я была такая какая-то очень, не знаю, с таким вот чувством я тогда, помню, вышла, что вот прям дело сделано, вот так, ну, как-то так, все сама, там, не знаю, ну, вот такое, что, ну, потому что по сравнению с первыми, когда над тобой какие-то манипуляции проводят, и ты там в этом не участвуешь, было уже ощущение полного, вот, присутствия и участия в этом процессе. Как ты снова быстренько эти роды так раз, так шух, и перескочила, да? Ну, слушай, во-первых, я вот сейчас пытаюсь вспомнить какие-то подробности, вот это же 13 лет назад все-таки было, то есть я помню, что я рожала на четвереньках, что я там что-то пела в этом процессе. Вообще плохо помню, вот, помню уже, как лежим с ней там рядышком вместе. А что в них не так-то? То есть ты как-то о них так говорила, как о родах, с которыми что-то было не совсем так? Нет, я говорила, что история такая не очень, ну, в смысле, что история. Вокруг родов. Вокруг этого всего было много, то есть не было такая, знаешь, там, не знаю, запланированный какой-то ребенок, которого ждут, который вот готовится там и так далее, я вообще не знала там сначала, что с этим делать. То есть самый нежданчик был до того, как роды случились вообще? Что-что? Самый нежданчик, говорю, случился с фактом беременности, а не родов. Да, с фактом беременности, а роды, ну, не знаю, ну, то есть они, конечно, были гораздо более там какие-то подгонки, ну, я была гораздо более готова, при том, что вот не готова вроде как к самому ребенку была на тот момент. Ну, хотя и к первому я тоже не была готова, там, что-то студентка. Что-то роды проскакивает, вот я чувствую, что это опа, и опять проскочило, что до, после помню, а тут не помню. А муж-то был на родах? Да, он был, но он все курил на балконе, то есть он так сильно волновался, то есть, ну, вот он, как бы, вроде принял уже эту идею домашних родов, но он очень сильно волновался. Вот, во-вторых, он вообще, ой, ну, в смысле, во-вторых домашних, в-третьих вообще родов, то есть он уже вообще все время присутствовал, все время там со мной был, а там он такими мелкими перепешками. Помню, Наташа еще ему сказала, типа, а мы приехали, ну, там, пустая квартира была, просто сняли ее там на несколько суток, и она говорит, ну, может, ты какой-то еды принесешь, а то там нам, а он такой, что, мы еще есть будем, ну, и это, и он такой, по-моему, притащил какие-то огромные пакеты вообще всего, какие-то заливные языки там, что-то накупил, какие-то в кулинарии там вообще всего. Вот это я тоже, вот, помню, же он такой, ну, то есть он очень-очень сильно волновался, ну, наверное, все волновались, мне кажется, ну, вот, муж, там, это, сыкровь и так далее, потому что я вот не помню, чтобы я волновалась уже в тот момент, я уже как-то была, кажется, спокойна, вот, все происходит, я знаю, что вокруг меня. Потому что за эти четыре месяца, вот это, пока я в Индии там была, у меня там еще тоже такое было, что я вообще не знала, куда мне ехать, поехала вот так вот на Абум, куда-то там из одной точки в другую там перемещалась, как-то там сказали туда, я и поехала там, там монастырь, там монастырь. И я в какой-то момент, я помню, стою там, что-то стираю вот одежду и думаю, боже, как я устала вообще, как я хочу, чтобы кто-то обо мне позаботился. И подходит дедушка такой индус и приносит мне тапки такие резиновые, говорит, вот, типа, тапки, тут скользко, ты тут подсказнешься, и это я такая думаю, так, что-то я не четко сформулировала запрос, не кто-то, а я хочу, чтобы конкретный там какой-то мужчина, ну, то есть вот мне пришлось, и знаешь, конкретный мужчина, кто обо мне сейчас может заботиться, это вот отец, собственно, этого ребенка, чего я вообще тут гоняю по свету, ну, типа, вот же он есть, и который готов заботиться. И когда я приняла все-таки, что вот эту заботу я могу от него получать, вот, собственно, я ее и получала, и в родах в том числе. А что ты чувствуешь к своим родам, что ты их не помнишь? Слушай, ну, я помню какие-то детали, вот, я помню, что я была в воде, я помню, что мне очень хотелось вот в этом воде там быть, ну, в смысле, родить воду, но в воде мне быть не хотелось, вот это вот осознать. Нет, что ты помнишь, я поняла. А что ты чувствуешь к своим родам? Не знаю, у меня есть чувство вот такого, что я сделала то, что должна была сделать, ну, вот как бы то, что нужно было сделать. А эмоция какая-то? Никакой эмоции. Вау, как интересно, да? Вот спокойно я смотрю на это, как на миссия выполнима, вот такое. А если не к самим родам, я так немножко, может быть, расширю вопрос, а к истории вот той, которая случилась благодаря этим родам или в связи с этими родами? Да, у меня было очень много обиды и агрессии к этой истории, ну, что вот как бы со мной так поступили, нечестно. Я вообще думала, что он специально там, ну, вот мой муж так специально сделал, чтобы я забеременела. Я его там обвиняла в том, что вообще мы там не планировали никаких детей, вот он вот так вот. Ну, то есть я все равно понимаю, ну, потом уже вот, скорее всего, там, 4 месяца у меня было на то, чтобы обо всем об этом думать, что я приняла, что как бы это не там его какая-то там хитрый план, да? Ну, значит, вот так вот должно было произойти. Значит, этот вот ребенок только таким способом там мог появиться. Ну, конечно, у меня было много агрессии по этому поводу, что у меня была такая классная жизнь, интересная, и тут, блин, бац, вот это вот все врывается незапланированно в мою жизнь. Ну, вот я не знаю, вот я сейчас вот по ощущениям пытаюсь туда погрузиться, и мне кажется, что вот это никак не отразилось народу, потому что, ну, вот вспоминаю я их как очень вот что-то такое, ну, как бы я ощущала себя настолько защищенной, и, ну, вот все, что я могла там расслабиться, погрузиться в это, во все, и вообще ни о чем в другом-то не думать. Меня очень смущает, когда женщины не помнят свои роды, или не акцентируются на них, или, ну, как бы интеллектуализируют то, почему она их не помнит, ну, там все нормально было, ну, там, ну, что там. Ну, блин, это событие, которое переворачивает всю телесность, событие, ну, изменяющее состояние сознания и вытаскивающее, ну, как бы на поверхность какие-то вещи. Не всей истории это, конечно, все чудесно, ну, как бы, ну, по-моему, в данном случае это такая хорошая, такие, ну, не знаю, лакунки или, как бы, вот какие-то такие дорожечки, в которые можно убежать. Но есть еще сам процесс родов, появление на свет человека, события для тебя, и прям, как бы, то есть, я даже возмущаюсь почему-то к своим родам, ничего не чувствую. Я просто сделала, что должна. Это чего такая за механичность? Ну, что значит, кому ты была должна? Почему? Ну, то есть, если себе, то тогда, наверное, это чувство гордости может вызывать, но у тебя, как будто бы, в этом нет энергии. Тем более, это у тебя была разница между первыми и вторыми. Да-да-да, как будто в самих родах нет энергии, вот. Мне даже почему-то кажется, что это, ну, видите, я сразу же включаю какие-то все рациональные там штуки. Я вот вспоминаю эти первые годы, там, жизни с Лизой, и я прям помню, что я как-то себя эмоционально, не знаю, там, пыталась растопить по отношению к ней, потому что у меня вот это вот было такое вот, ну, и вот как и в родах, как я сейчас о них говорю, так же и к этому ребенку такое, что, ну, вот. Я все сделала, все, что должна была, ну, типа, вот, ну, и продолжаю, типа, делать то, что я должна, но вот такой вот эмоциональной связи, как вот у меня с Тимом и с Ладой, вот с двумя другими детьми, да, у меня с ней нету. Она очень сильно похожа на меня. Я постеснялась задать тебе этот вопрос. Ну, как-то по характеру, там, все, она больше всех из детей меня раздражает, больше всех из детей у меня с ней, как бы, вот этого вот конфликта какого-то есть такого, ну, вот, глубинного, не то, что там каких-то этих, вот. И я помню, что вот это, когда у меня еще вот это была третья беременность, как она меня раздражала, что она мне постоянно куда-то там наступала, ударяла меня, вот она мешала мне, вот, ну, вообще было вот такое вот очень, вот. Вот, ну, при этом я всегда сохраняла такую вот внешнюю, да, спокойствие такое вот это вот все. Вообще у меня две мысли. Первая не мысль, а скорее эмпатия. Я примеряю на себя, как бы, необходимость натянуть сову на глобус и понимаю, что, наверное, я бы действительно постаралась тогда, ну, если, типа, вас насилуют, расслабьтесь и получайте удовольствие. То есть я бы ничего, ну, да, постаралась бы тогда диссоциироваться и ничего не чувствовать. Ни к родам, ни к ребенку, ну, то есть быть достаточно хорошей мамой. Ну, такое, я бы механику бы включила по чек-листу, ну, вот, хорошей мамой и хорошей, не знаю, там, беременной женщины, хорошей жены. Но как бы чувствовать, что на самом деле чувствую, мне бы, наверное, не хотелось, потому что у меня бы было много горечи. А второе, что возникает, окей, вот в раздражении, ну, то есть раздражение тоже довольно заряженная эмоция. А что, если, как бы, предположить, что эти роды были не только для того, чтобы, ну, как бы, не для кого-то, не для родить ребенка, а для тебя тоже. Ну, то есть что это не что-то, как бы, что случилось об тебя. Ну, там, твое тело, вот, взяли в аренду на некоторое время, чтобы появилась жизнь другого человека. А если это для тебя, для тебя, не для кого-то другого. Ну, вот с третьими родами я точно могу вот это как-то все представить себе, и как это вот я вернулась уже там в свое тело, там, с ними, там, и так далее. Да, а вот с третьими у меня реально вот эта вот история, что она произошла об меня, да. Но мы-то про вторые. Вот что, как бы, это такое вот, что со мной случилось, и мне пришлось это просто принять. Но мы-то про вторые. По-моему, это не про принятие. Мне тоже кажется, что ты что-то проскочила какой-то важный этап перед принятием. Я вижу, что это слепое пятно какое-то, ну, то есть и все, и я, и дальше я не вижу. То есть я пойду, что это слепое пятно, и что-то за ним я не понимала. Слушай, ну оно потому и слепое, что самое главное, ты говоришь, какой этап ты пропустила, что там что-то было не увидено. Ну, вот это вот меня как бы зацепила мысль про то, что это было событие еще и про меня. Тань, а то, что это про тебя, это вызывает, ну, ты сказала, зацепила. Это зацепило в том смысле, ух ты, ну, как бы какой-то такой отклик. Типа, что, правда? Или это зацепило, что, и что там про меня? Ну, то есть это сопротивление? Ну, да, да, то есть я вообще не смотрела с этой стороны, да, что там про меня вообще, что там было, разве я там была вообще? То есть я же когда, вот почему я когда принимала решение уже окончательное там расставаться с этим мужем, я приняла его на таком этапе, у меня для какого-то интервью там попросили фотографию. Я посмотрела фотографии там последних вот этих вот лет, вот с момента, да, рождения там Лизы и увидела, что моих фотографий вообще нет. То есть я поняла, что меня вообще в этой истории всей нет. Ну, как бы я фотографирую детей, где-то какие-то места, куда мы там ездим, и все. И как бы вот меня не было. И когда вот мы уже там расстались, я стала там типа как-то возвращаться к тому, а где вообще в этой вообще истории я есть. Вот, то есть там меня не было. Знаешь, как часто, ну, то есть люди, которые говорят о своем детстве, ой, я ничего не помню, я себя помню лет там с 14-16. Да, да. Это всегда вот просто в абсолюте признак не, конечно, невероятно травматичного детства, потому что они такие, ну, у меня все нормально было. Нет, там просто было детство, в котором не учитывали самого человека. Ну, то есть где была либо директивная мама, либо директивный папа, но было много того, где ребенок не выбирал, да, или не ориентировался на свои чувства, а вот это вот делай, что должно. И тогда единственное, куда я могу слиться, да, это в диссоциации. И ничего после этого об этом не помню, потому что меня там не было. И похоже, у тебя, а кстати, а тебе это знакомо? Кому? Ты кого-то спрашиваешь у меня? Тебе, Таня. Тебе, Таня. Ну, все, тебе сегодня. Вот, да, да. Ты, в принципе, с этим сталкивалась в жизни, да, в детстве, еще с таким исчезновением? У меня были такие моменты вот до этого, но это еще там, ну, совсем мне же там сколько было лет, ну, там, типа 25 там или еще чего-то. Ну, то есть вот мы с мужем этим моим познакомились, когда мне было 19, и у меня сразу же очень сильно изменилась жизнь, вот вплоть до кардинальной. То есть я была там студенткой из города Мозыри, которая приехала вот в Минск учиться, а он прожил уже там в Канаде, в Китае там много лет, то есть у него уже там какой-то такой... И то есть мы сразу же стали везде там ездить, путешествовать и так далее. И у меня было такое иногда, что я выскакивала из этого и думала, блин, я вот как по телевизору всю эту свою жизнь смотрю, то есть, ну, что я как будто бы, да, не присутствую там в каких-то моментах совершенно, потому что я не могу с этим совсем как-то, ну, там, по-настоящему соединиться, но это были какие-то эпизоды. А уже вот после рождения Лизы на фоне вот этой беременности я вообще выключилась и поняла, что вот до рождения Лады это значит еще три года, ну, и потом еще года два, ну, то есть вот эти пять лет вообще меня вообще вот как будто бы не было. То есть я вообще вот выключилась и да, и все делала вот так вот, чик-чик-чик, типа как там, типа должно все происходить, да. А тебе хотелось бы обнаружить там того, кого, ну, как бы, кого там не было, забавный каламбур? Ну, то есть ты же там на самом деле была, просто была где-то еще. А где ты была, если тебя там не было? Пока как бы тело делало, что должно в родах и дальше, то где была твоя душа? Не знаю, вот сейчас самая свежая там история, да, у меня вот был второй муж и опять вот такой же был эпизод, нам где-то полгода я опять выключалась. И я понимаю, что вот сейчас я там снова одна живу, у меня куча своих проектов, я вот творю, у меня театр, у меня радио, у меня и так далее. Вот я есть, я чувствую, что я там, где я есть, вот то с теми людьми, с кем я хочу быть, делаю там то, что я хочу и так далее. Вот, то есть я, может быть, вообще, я не знаю, не была предназначена для того, чтобы быть матерью там троих детей. И вот вся эта вот история мне хоть, ну, почему-то, я не знаю, для меня вот это разница. Мой муж сейчас второй, который, он мне говорит, ну, типа, там, давай, возвращайся будем, там, вот опять, я говорю, я не хочу замуж, я не хочу быть замужем. Почему-то у меня вот эта вот история, что быть замужем, это выключить вот эту вот свою часть там творческую, и как бы я не могу их соединять. У меня вот как тумблер, либо одно, либо другое, я там вот либо дома пеку пироги, там, вот это вот всё, либо я вот вовне, да, бросаю всех и иду там, ну, вот, танцевать на парапете. Ну, подожди, мы же не про физические тела говорим, а про части, и твоя, как бы, то, что ты называешь собой, потому что ты говоришь, меня нету, да, или там, ну, меня, моя творческая часть, как бы, и это, типа, вот я, она же никуда не девается в тот момент, когда её нет. Ну, то есть, а что с тобой происходит? А где ты? Не знаю, я в такой депрессии, вот. Если пробовать это через какую-то, да, метафору, может быть, описать. Ну, вот я в такой депрессии эмоциональной перебываю, ну, вот, как бы, в эмоциональном вот этом замораживании таком пребываю, то есть я, у меня выключаются вот эти эмоции все мои, и я делаю то, что нужно делать, да, и эмоционально как-то в это не включаюсь. То есть мне вот тоже муж этот второй, он всё время говорил, ты не здесь, ты не со мной, ты вот где-то, ну, я не чувствую, что ты здесь со мной находишься. Вот, то есть я, да, где-то вот с ним физически я готовлю эти котлеты, убираю в доме, там, и так далее, но меня вот в это, ну, как бы, вот это вот он и не выдержал, что я, ну, вот я говорю, ну, вот я вот так, типа, по-другому не могу. А что было настолько невыносимо, если возвращаться во вторые роды, что понадобилось включить заморозку? Ну, то есть мне-то вот такой, как я себя чувствую живой, хотелось продолжать работать в кино, жить одной, там, иметь, не знаю, там, 10 любовников и вот так вот, типа, жить, а не быть вот этой мамой, которая, там, вот с детьми и вот это вот. Начали сжги свой отклик, что тоже не сразу вспоминается ситуации, в которых тебя не было. Так, ну всё, это, это, это женщина, выключите её, пожалуйста, здесь на минуточку. Нет, у меня есть прям несколько таких ситуаций, когда меня не было, ну, сейчас структурирую немножко. Ну, во-первых, у меня были первые роды, которые такие, ну, я точно выключалась, и они точно связаны были с отношениями очень сильно, да. Когда я вышла замуж за Кристо, вообще, на самом деле, я уехала в Германию жить, то, на самом деле, это была история про сепарацию от мамы. И то, что там случился ребёнок, это было такое, типа, ну, окей, там, да, я хотела детей, давно хотела, всегда представляла себя мамой, там, с 17 лет, отлично, да. Ну, вот случилась такая большая для меня история, неподъёмная, когда я, там, долго рожала, медикализованная рода и всё вот это. И вокруг ещё, вообще-то, у меня были отношения с Андреем уже во время беременности. И сам факт того, что я думала о том, что, чтобы уйти, и ушла с ребёнком трёхмесячным, и развелась с мужем, уехала в Беларусь. Я даже потом, только через вот 7-8 лет смогла понять, что вот этот факт выбора себя в моменте, что я не хочу быть в этих отношениях, а я, он большой был, но я не замечала, как бы, я думала о том, почему со мной случились такие роды сложные, вот это всё вокруг, да. Но самое главное, я на это закрывала глаза и, как бы, и продолжала жить так свою жизнь, да, типа, такой, окей, надо быть, вот, делать А, Б, С, чтобы быть, там, такой-то, таким человеком, которым я хочу себя видеть. Мне было очень страшно посмотреть то, что я сделала то, что мне не очень привычно, там, в контексте своей жизни, вокруг нескольких лет, да. То есть я выбрала себя. Ты про обратную сторону рассказываешь, на самом деле. То есть у тебя в тени выбор себя, и поэтому в это сложно смотреть. Чаще механизм прямой, не выбор себя, вызывает нежелание в это смотреть. Ну вот у меня как раз вот это то, что ты говоришь, Марьяна, я не выбрала себя. Да. У меня, кстати, это тоже была история и есть про первого мужа. Мы тут такие, клуб вспоминающих первых мужей. У меня, при том, что то, что со мной происходило как бы с лицевой стороны, мне казалось, что это то, что я хочу. То есть там не было фактора, ну, как бы такого прямого мне видимого, что я это не хочу. Ну, то есть замуж я хотела, детей я хотела и первого, и второго. И семья-то у нас была очень дружная, тёплая, дом уютный, с детьми всё зашибись. Но при этом, тоже, кстати, часто вспоминая, у меня муж спрашивал время от времени такой вопрос. Ты где? Или ты сейчас о чём думаешь? И я всегда в каком-то смысле врала, отвечая на этот вопрос. Потому что я, ну, и самой себе не хотела отвечать, где я в этот момент и о чём я думаю. Но, наверное, если бы я сейчас переводила это на какой-то вербальный язык, я бы сказала, что я думаю о другой жизни, о том, что было бы, если бы этого антуража не было. Ну, вот этих двух детей, мужа. Я очень хорошо помню момент, когда я встретилась с той частью, которая как бы была оставлена. И это не равнялось разводу. Это было где-то за год. Какое-то такое было состояние тоски на душе или раздражительности. И вроде бы безвекторной или беспричинной. Короче, была я на маминой даче. Я не помню, ясно было или гроза. Почему-то ощущение, что был дождь. Но это не принципиально. Только помню, что я такая вышла, босая на эту траву под небо. Дети спали. Я бы там одна жила. Тишина эта звенящая, такая природная. И я себе сказала что-то. Окей, вот я сейчас могу туда посмотреть. И был эффект, что я захожу в какую-то очень запретную комнату. Ну, то есть вот окей, скажи что-то себе, что абсолютно под запретом сказать. При том, что, похоже, мой запрет был обусловлен тем, что а смысл туда смотреть, если все равно в реальности ничего не поменять. Ну, как бы я не буду разводиться. У меня двое маленьких детей. Такое, я не имею права. Вот, я не имею права уже отказаться от всего, что я, типа, тут создала. Я тогда, кстати, из тест читала «Бегущую с волками». Вот. И я призналась, что я не люблю своего мужа. Люблю как человека, но я не хочу с ним жить. И что я жалею. Такое вот было, что я жалею о том, что со мной происходит. Что я, ну, теряю. Ну, то есть, что я живу не ту жизнь, которую бы я хотела жить. И нам, мне кажется, часто кажется, ну, или мне тогда точно так казалось, что если ты в чем-то себе признаешься, то, значит, точно надо поменять. И вот для меня большой разрешенностью и вообще выходом энергии было в том месте, в котором я в этом призналась и пожалела себя. Ну, то есть, да, я не знаю, как из этого выбраться. И тогда я еще полагала, что я так и не разведусь. Еще год мы и прожили дальше. Вот. Вот этот такой раз отклик, что там была часть, которая как бы все время откладывалась. И, кстати, почему я вспомнила Эстез, потому что Эстез же пишет очень много про дикую женщину, про творческую природу, про бег с волками. И, видимо, книга подняла настолько вот эту внутреннюю тоску и отклик или зов на то живое, куда мне хочется двигаться и куда я совершенно не двигалась в браке, что вот не смогла туда не посмотреть. Ну, и последний такой более короткий и прикладной пример. В четвертых родах я была, ну, такой более локальной, чем у Тани, да, история. Я рожала не стоя кушеркой. О, Господи, это же русскоязычный подкаст. Ну, ладно, будем надеяться, что она это не послушает. Ну, по-моему, это все и так знали. Окей, и даже она это тоже знала. Что я рожала не стоя кушеркой, с которой бы мне хотелось. Что такая немножко была вынужденная мера. Я вообще не хотела рожать с акушеркой, я хотела сольник. И это было настолько не так, что произошло расщепление. Я как будто поставила какой-то экран, и вот из этого экрана рожала, коммуницировала. То есть, ну, прям четко отделилась от самой себя. И этот экранчик, он, конечно, своеобразный себя вел. Я очень много материлась и смеялась. Но это частый признак либо того, что мне очень хорошо, либо того, что я в защитах нахожусь и не могу быть собой. А потом, как бы, долгое количество лет я пыталась вспомнить, а что же чувствовала-то я, которую я постаралась не чувствовать. То есть, как будто бы у меня украли роды. Хотя это домашние роды. Бла-бла-бла. Ну, типа, казалось бы. И там не было вмешательств. Но ощущение, что я так что-то оттуда и не взяла, оно меня тянуло, блин, пять лет. С ощущением, что это же вообще-то была моя... Ну, как бы, пыли... Это была моя история. Но где я была? И вот этот вопрос, мне его нравится задавать себе. И, наверное, поэтому я тебе его так настойчиво, Тань, задавала, что в какую-то комнатку, да, ты вот сказала про замороженность, спряталась живая часть. И, похоже, она, ну, горевала. Или всё ещё. И, кстати, это вообще абсолютно нормальная история. Ну, я думаю, это так понятно. Я просто больше для слушателей, которые потом будут слушать, когда не сразу это можно обнаружить, увидеть. То, несмотря на то, что я вроде бы выбрала себя тогда, да, не вроде бы, а выбрала, я так испугалась тогда, потому что я, видимо, не очень была готова к тому, чтобы выбрать себя тогда, что я закрылась на семь лет. И что потом, только через семь лет, я смогла посмотреть туда, да. Типа, ого, и вот это чувство, и увидеть, что там было за чувство, кроме страха, ну, я ладно, сделаю, я не понимаю, но сделаю. Вот. И хочется снова тебе повторить этот теперь вопрос. Как ещё переформулировать вопрос? Сейчас попытаюсь. Так а чувство-то какое? Что участвовала та Таня, которая вот выбрала то, что должна, но при этом вот зная там свою часть? Ну, мне жалко себя. Жалко? Ну, как-то вот прям ты рассказываешь, когда, Лиза, что это, ну, вот я выбрала себя, и у меня прям такая зависть, ну, что я не выбрала. К сожалению, да, что я вот так. Это страшно спросить, как бы выглядело в той истории выбор себя? Ну, то есть, один из вариантов это было сделать аборт, но я понимаю, что это не был вариант, то есть, такого варианта быть не могло. Ну, то есть, всё равно я, ну, то есть, жить с мыслью о том, что я сделала тогда аборт, мне было бы, наверное, ну, как бы, я бы заморозилась, наверное, ещё больше. Ну, то есть, варианта не было. Ну, вот поэтому я, конечно, я себя, ну, как-то не жалею, ну, как-то горюю по этому поводу, что вот я оказалась перед выбором без выбора. Ну, по-моему, пора выгребать, ну, то есть, в сторону, как бы, ресурса какого-то. Ну, даже не в смысле, что делать-то, но, в общем-то, в каком-то смысле да, потому что мне кажется, что я уверена, что те, кто могут послушать этот наш полилог, как бы, каждая, может быть, при этом встретит, каждая кто, да, кому откликается, не каждый человек, встретится с вот этим периодом жизни, а может быть, он прямо сейчас происходит, может быть, это про замужество, а может быть, это про материнство, ну, там, у некоторых женщин действительно беременность приходит тогда, когда ты не готов к ней, и так и не наступила эта готовность. Ну, то есть, в чистом здраве, добром уме, типа, я бы на это не пошла. Вот. Или... Ну, да, там, как бы, аборт я сделать не могу. То есть, вот, а что делать-то дальше? Ну, вот, хорошо, ну, вот, доковыряла я... Ну, да, доковыряла ты. ...то не до того, чтобы, как бы, вот, ну, да, горько там, вот, печально, жалко себя, а делать-то с этим, что... Ну, как бы, тут в чём-то хэппи-энд, я так понимаю, ну, хотя бы в том, что время прошло, и, ну, поменялись события снаружи, и появилось место для вот этой части души. А я хотела сказать про то, что если ты там увидела там свою часть, которая там типа несовместима с материнством, вот это вот творческое, да, ну, как бы ты её так знала, ну, как бы ты увидела то, что они как будто бы несовместимы, поэтому, окей, я тут заморожусь, да, это то, как я сейчас это вижу, вот тут вот поживу, да, но мне кажется, у тебя всё-таки есть какой-то опыт... Наверное, мне хочется тебя спросить об этом. Есть какой-то опыт, как ты в жизни, где не так всё, как ты хочешь, всё равно есть твоя часть, вот эта твоя, которая проявляется, проявляется, и ты знаешь, что это окей проявляться в том опыте, где, в той жизни, да, где кажется, что условия невозможны для этой твоей части, вот этой вот творческой, свободной, там, челдфришной, возможно, ещё какой-то, да. Есть у тебя такой опыт? Просто хотелось бы, чтобы ты поделилась и, может быть, вспомнила это. Может быть, это вообще какая-то история будет, не знаю, чуть ли не детско-подростковая, там, да, там, где условия неподходящие, но твоя дикая часть, она имеет место быть, ей не нужно прятаться. Потому что, похоже, как раз-таки в родах это случилось, ну, вокруг этой истории родов. Ну, вот почему-то мне кажется, что вот эта часть творческая, она как раз-таки возникает в условиях дискомфорта, ну, то есть в условиях какой-то, ну, там, как это, ну, когда чего-то не хватает, когда, вот, есть вот, когда мы оказались вот в Таиланде, тогда у нас там был момент, когда мы летели на Бали, там, строить дом, у нас были деньги, мы продали квартиру там в Минске, и у нас эти деньги пропали по ходу дела, пока мы там добирались туда, и там все счета были заморожены, там, и так далее. И вот мы оказались в Таиланде, там, в глухой деревне, и были мы вместе с мужем, и с этими тремя детьми уже, но вот в тот момент, когда я понимала, что вот все, как бы мы тут вот в полной неизвестности, там, и так далее, у меня все это включилось, и, как бы, мы там стали делать какие-то творческие занятия, там, этот театр, там, и так далее. То есть вот это, наверное, был единственный момент в моей жизни, ну, именно совместный с этим мужем и с детьми, когда это все было, вот, как бы, все вместе, вот эти вот две части, где они соединялись на какой-то момент, там, ну, и вот это было достаточно долго, там, месяца восемь мы там провели в этой деревне, вот, ну, в общей сложности, наверное, и потом еще путешествовали по Таиланду, вот, с этим спектаклем, вот, вот, и это был такой вот кусок, когда оно соединялось, но сейчас я вижу, что оно вот снова работает так, ну, вот, либо-либо. Я иду, вот сейчас, прямо вот, и у меня... Какой-то барьер потом возникает? Да, даже какое-то вот это чувство вины сразу же возникает, когда я иду такая вся, вот, вчера такая, у меня там что-то, у меня семинар вот в воскресенье, там, у меня там радио, у меня репетиция танцев, что-то такое, и я вдруг себя ловлю на мысли, что я вообще забыла там, где дети, они ели, и вот это вот все, и у меня сразу же такое накрывает этой волной, что, ах, блин, все, я выключилась, нужно как-то прийти домой и с ними как-то соединиться, потому что я уже вообще не чувствую, где они там вообще... Но при этом, у меня же был такой сейчас эпизод тоже в жизни, когда я не могла привезти детей сюда, я приехала же в Грецию, и 10 месяцев они были с бабушкой, и я вообще там чуть не померла, ну, то есть я поняла, что я... Ну, как бы, и вот, твори, кажется, да, ну, вот тебе, пожалуйста, ты осталась одна, вот, вообще ничего не надо делать, как бы ни о ком там, ну, муж вот у меня, да, был, можно было о нём там как-то заботиться, и вот делать, что... Нет, оно ничего не... Никакое творчество во мне не включилось, то есть я была мыслями только с ними, и вот, как бы, пока я их не привезла, до кучки не собрала, не поняла, что вот они уже у меня тут, я вот ничего не делала. Блин, как круто, что ты сейчас это рассказала, потому что как будто бы по идее, по задумке творца, там, да, ты говоришь, там тебя включают такие ситуации неизвестности, да, в твою творческую часть, но как будто потом что-то выключает, да, то есть ты не можешь, вот не смогла сейчас творческую часть включить, когда 10 месяцев дети были без тебя, или там ты без детей, вот. То есть по идее, как бы по задумке, это как бы классный такой симбиоз, в котором проявляется твоя эта часть, да, но как будто бы есть какой-то барьер, который, не знаю, какой-то голос, какая-то, не знаю, то ли установка, то ли что это, да, которая разъединяет эти части и заставляет вот их чувствовать в себе вину, да, по поводу того, что ты их как бы должна разделять, вот, причём, что у тебя есть опыт. Да, то есть вот я не могу это как-то соединить, ну, то есть естественным образом я не понимаю, как это соединяется, потому что вот мне и муж этот мой второй говорит, я не понимаю, ты тут то, типа, гиперфеминистка какая-то, которая тут вообще, типа, я тут всё сама и вообще не трогайте, то тут ты в этот комочек сжалась, и тут вот всё дети, и у меня, то вот материнская, и позаботьтесь обо мне, и вот, я не могу разорваться между вот этими твоими двумя, я не могу понять, где ты, вот, а это же, получается, всё я, и где они соединяются, вот как их там примеряются. В теле они соединяются, Тань, ты же говоришь про одного человека, который находится внутри одного тела. Ну, знаешь, вот мне приходит в голову такая, как бы, практика нули, то есть, если бы я искала ответ, я бы сделала так, я бы почувствовала, где резонирует внутри меня та часть, которая про материнство, что, ну, как бы, какая зона тела там откликается, вот я сейчас говорю, и понимаю, что я чувствую одновременно и таз, и грудную клетку. Это какое-то очень текучее состояние. А там, а как реагирует тело, когда я говорю про эту свою творческую часть? И это точно сразу, и голова, и стержень, и спина, и позвоночник. А потом, типа, Джонни делает самое интересное, он соединяет эти два кадра. Ну, то есть, а что, если попробовать ощутить одновременно и то, и другое, прямо внутри одного тела? Это всё как раз-таки то, что, как бы, дал мне танец, и то, к чему я пришла сейчас. То есть, когда я в танце, это всё соединяю. Но, смотрите, при этом, когда у меня, ну, вот этот вот грудь, она в процессе кормления, да, вот, и я вообще не испытывала никакого, там, удовольствия от прикосновения мужчины к этой груди, когда я кормила. Как только я перестала кормить, это, как бы, переключилось, и всё, это, как бы, одна из основных, там, моих частей, которые, вот, участвуют во всех этих эротических моментах, да. То есть, оно, как бы, тоже, вот, ну, то есть, это тело, да, это моё тело, но оно у меня почему-то так и, как бы, стало, ну, как бы, вот, по крайней мере, что касается груди, да, то есть, вот, оно так и переключается. Либо это грудь, которая кормит, либо это грудь, которая, вот, там. Слушай, ну, здесь я вставлю свои пять копеек, потому что у многих женщин всё-таки это переключается, потому что гормональная история, ну, далеко не у каждой женщины, вот, конкурирует, типа, её дикая часть и такая материнская часть, которая заботящаяся, а у тебя это, как бы, сценарий идёт, да, в жизни продолжается, вот, то есть, не обязательно, что это точно смешивается и здесь. У меня тоже с грудью так было, но у меня нет вот этого сценария. У меня другие свои сценарии. Лиза, а ты какие видишь варианты, как соединять части? Вот, я как раз-таки, я вот как раз-таки хотела предложить, я не зря спросила, а был ли опыт у тебя? И, знаешь, самое простое, это вернуться в тот опыт, когда это случилось на смежной территории, да, и вернуться как раз-таки, ну, не знаю, телесно. Вот я просто расскажу свою историю, когда прошло вот много-много лет, а я не могла понять, что я тогда сделала этот выбор в пользу себя. Ну, то есть, я не была готова, это было сделано через какое-то такое «вау!» Я, короче, пробила стенку тогда, знаешь, ну, не знаю, как в терапии пойти случайно и, как бы, там, в самую главную дырочку, да. Вот типа того у меня произошло, как бы я не очень была готова тогда, и поэтому заморозила по отношению к своей вот этой части, я выбрала себя на несколько лет ещё. А потом, когда вспоминала, и когда я проживала свою историю родов, вот перерабатывала прям уже со своей учительницей, я вспоминала, как я это сделала, вот что я сделала, чувствовала в теле, когда я вот прям принимала это решение, что я разведусь с мужем, что у меня младенец на руках, не из головы, не думая там про адвокаты, суды и всё остальное, как ребёнок бы остался со мной, а как я думала это из тела, вот какая часть меня прям начинала не бояться вот этого, да, а вот такая прям. Ну, видишь, твой пример, он как раз обратный, это может быть то, что мне хотелось сделать бы, да, но я этого не сделала. Это неважно, меня же тоже заморозило. А у тебя был пример, когда ты в Таиланде была, ты говоришь, да, была куча неизвестности, ты была мамой троих детей, и ты пошла и делала эти спектакли, и восемь или сколько там, десять месяцев делала эти спектакли, и прекрасно себя чувствовала и матерью троих детей в путешествиях, и творческим человеком. Вот где тогда, в тот период, вот в этом Таиланде, с этими спектаклями, чувствуя себя творческим человеком, мамой, ты вот чувствовала энергию в теле? Ну да, но у меня тогда муж выключился, то есть он вообще в какой-то момент заболел и чуть не умер, вот, он там с температурой там 41, я его везла на байке в больницу там и так далее, то есть получается, как бы я не могу при наличии какого-то сильного там мужчины рядом с собой, либо я его довожу до какого-то состояния сама, чтобы он там уже выключился, да, либо он мне вообще в принципе вот тут рядом не нужен, каждый день, чтобы, ну, как бы не мешал мне вот это, ну, это же не только вот про детей с детьми, у меня как-то уже, ну, я поняла, как я могу рядом с ними там творить и так далее, вот как это еще с мужчиной, ну, мне кажется, что это уже другая какая-то тема, может, мы в другой раз на ее, может быть, это стоит сформулировать не как конфликт частей, хотя он, ну, очевиден здесь, да, и как бы здесь много притом такого даже, ну, эффект матрешки, сколько поставить вопрос, ну, не знаю там, насколько он откликнется, как сохранять контакт со своей душой, независимо от того, есть ли возможно, ну, как бы есть ли сейчас воздух, да, для этой души, есть ли пища. Условия. Да, потому что она на самом деле не выключается, ну, это же не электричество, это же что-то живое, просто я могу быть с этим в контакте, а могу отворачиваться от себя в эти периоды времени. Вопрос не всегда в том, насколько получается снаружи это проявлять, сколько в том, чтобы оставаться с этим в контакте. Ну, у меня прошлый год, да и этот, да и за прошлый, короче, последние три года, но просто чем дальше, тем гуще. Многое на воле, то есть я много делаю того, что я не хочу, и не делаю того, что я хочу. И отключиться от своих чувств, это только один из вариантов обхождения с такими условиями. Но, а что если, ну, как бы, а что если не отключаться? Ну, то есть, там, где, или там, в каких кусочках, или как бы могло выглядеть? Здесь даже вопрос не в том, да, как бы, мы как будто попытаемся решить вопрос, там, про волк, козу и капусту. Вопрос не в том, как, как мне всё-таки мочь делать то, что я хочу. Никак. Ну, то есть, вот в том, как я сейчас живу, никак. Ну, невозможно. И вопрос не в этом, а в том, как остаться живой. Ну, или как бы как... А можно я переформулирую примером? Смотри, вот я, допустим, мне очень прям пример, этот приходит про танец, потому что у меня танец с танцем ассоциируется. Если, первую, когда Марьяна говорила это, да, вопрос задавала, то сначала у меня возникло такое, как танцевать, если нет музыки, да, то есть, ну, как бы танец, он есть внутри, да, то есть музыки нет, вот как бы ты танцевала. Но потом можно и даже усложнить задачу. Представить, что там, не знаю, бывает, что человек прикован к кровати, я не знаю, что-то с ним случилось на время, да, и он не может двигаться, танцевать, но он танцует. Как это тогда? Как это в душе контакт с этим танцем происходит, чтобы, ну, раз я не могу двигаться, значит, я вообще даже думать о танцах не буду, типа, всё, лежу тут и жду, пока у меня ноги восстановятся. Вот как ты можешь соединяться со своей танцующей частью внутри, если вдруг ты лежишь прикованно к кровати? Есть же кино по этому поводу, а внутри я танцую. О, слушай, нет, я не танцую. Там как раз про это, про парализованного парня, который внутри танцует. Ну, да, и такие опыты я даже проводила над собой именно, ну, вот телесные, когда я без музыки, без движения, ну, как бы, или там, двигая одной кистью, да, проживала этот весь танец, вот. Ну, то есть я понимаю, о чём ты говоришь, да, но мне кажется, что в этом есть какой-то, не знаю, обман себя, что ли, что вот я сейчас тут, типа, ну, как будто бы мне этого недостаточно. Конечно. Как будто бы мне... Конечно, никто не использует. что этого будет достаточно. Это не для того, чтобы отказаться от танца, а для того, чтобы сохранить контакт с той частью, пока нет условий для, на самом деле, танца, чтобы не заморозить эту часть. Да. не знаю, как-то не... Ну, всё равно оно меня не вдохновляет. Не вдохновляет. Да, да, я... Здесь не про вдохновение даже. Это, знаешь, это как, наверное, вот, не знаю, война, концлагерь, куча всякого, значит, говна происходит снаружи и ужасов. И мы такие задаём тебе вопрос или себе, да, или всем, как остаться мягким сердцем. И ты отвечаешь, блин, ну, не вдохновляет меня здесь что-то быть добрый. Конечно, не вдохновляет. То есть мы как бы и не говорим, что здесь должно быть вдохновение или что это идеальное условие. В том-то всё и дело. То есть это скорее вопрос от обратного. Да, как бы, когда ветер в мурт будет. Так вот, у меня в этой ситуации срабатывает вот этот механизм, там, типа, сейчас быстро тут что-то сделать, накреативить там и так далее. Да, можно сейчас заморозиться, но при этом я буду делать подкоп. Я буду там ночами рыть эту землю, чтобы отсюда выбраться. Понимаешь? И в этот момент я могу заморозить себя, чтобы не чувствовать там этого холода, там, страха, например, среди ночи, что мне нужно там это делать. Поэтому я это выключила, чтобы вот сейчас об этом не думать, но я копаю... Ну ведь тот, кто копает, это же и есть тот, кого ты выключила. Да. Я тоже хотела сказать, кто копает. Он же не выключил, он же копает. Вот куда ты её... Ты ведь накопала, мы правильно понимаем? Вот ты её куда отправляешь, вот ты где была, ты подкоп искала. Копала, да? Копала. Под земельки. Вот, накопала. А для тебя... А что ты чувствуешь вообще за время на как бы вот этого всего нашего до тебя докопа и подкопа? Кто тут докопался, так это мы. Меняет ли это что-то для тебя в той истории? Признание той части или что-то? Ну, мне хочется посмотреть вот, ну, как бы наедине с собой вот в эту историю с Лизой, ну, что там было про меня, да. Вообще, пересмотреть это всё, с того, где, ну, где я делала себе, ну, вот этот, где, в какой момент я делала этот выбор, там, да, и с какой точки там я его делала, ну. Кстати, это было очень классное место, где ты сказала, что вообще это то, что я оставила Лизу, это тоже про эту же самую часть, которая живая и копает. Ой, ну да, у меня вот сейчас прямо мурашки по коже. Да, я в этом, вот, я думала уже когда-то об этом, и я думаю, что это даёт мне опору, всё-таки, вот, несмотря на все вот эти, что вроде как, да, я там всё это не в пользу себя выбрала, но, если бы в другом, да, если бы я сделала аборт, я бы точно не могла опираться на эту точку, там бы я проваливалась, а сейчас я могу опираться на вот это, что это был мой выбор, да, такой, и я туда, ну, как бы опираюсь на этот выбор. Мне очень хочется ещё этих каких-то, как у нас в конце бывает, про девизы, знаешь, такие фразы какие-то, да, может быть, ну, конечно, чтобы каждая из нас какую-то фразу в контексте того, что у нас здесь было проговорено, поднято, фразу, девиз, фразу, ну, не то чтобы девиз, смысл как к той части, которая сомневается в выборе, не знаю, или сомневается между тем, что происходит, и чтобы она всё-таки копала. Вот что ей сказать этой части можно было, как вот, как напоминание, как... Ну, Лиз, я как раз возвращаюсь к той истории, которая сегодня рассказывала про себя, про первого мужа и детей, и, ну, как бы прикол в том, что это не части. Ну, да, я понимаю. И в том, что я была замужем и вышла замуж тогда в 19 лет, и как неистово бросилась бросать детей, это тоже был подкоп. И несмотря на то, что внутри меня была протестующая часть, которая, как бы назовём её, копающая, да, или там живая, та, которая сделала с собой вот этот жизненный антураж, вообще-то была за меня. И вообще-то это, оглядываясь там, спустя 15 или сколько лет прошло, лет больше, мне, ну, как бы, видно, что это тоже был способ выжить. Просто единственно найденный на тот момент моим бессознательным, да, то есть это, ну, там, та форма, которая мне была доступна на тот момент времени. беременеть, рожать, выходить замуж, и она тоже была за меня. Хотя, скажи мне это кто-то тогда, я бы, ну, наверное, взъерепенилась, да, и сказала бы, как же это за меня, я его там не люблю, я этого всего не хочу. но это там был способ выбрать в себе всё самое живое, что осталось после моего личного концлагеря в детстве. И уйти туда, где меня любят, уйти в безопасность семьи, уйти в то, где я люблю, потому что я, ну, как бы, как сказать, оживляла в себе самые светлые части в этом материнстве. Слава тебе, Господи, да, или там, это был способ не выйти в окно. Супер. Так что, наверное, мне хочется сказать той копающей части, что, если бы я говорила про себя, потому что, ну, мы же здесь как бы от себя говорим куски, да, чтобы я не обижалась на ту, которая себя как бы подставила, потому что у меня много такого было ещё на протяжении лет, уже после всего, что случилось, а мне очень дорогой ценой обошлась эта история, да, мой муж покончил с собой, когда я решила с ним расстаться. Так вот, мне хочется сказать, чтобы я не обижалась на ту часть, которая себя подставила, потому что я себя не подставила. Я себе что-то этим дала, и этим же мне что-то хочет сказать Таня. Это тот вопрос, который я ей и задала, а для чего это случилось? А если посмотреть на это не как на историю насилия над собой или самосаботажа или издёвки судьбы, да, а как на вторичный процесс, прости, языком терапии выразилось, как на что-то большее, да, чем я, что, ну как бы, что сделала я, но не очень это осознавая, беременела моё тело, да, вот. Ну, я поняла, Ивак, я уже услышала в твоём рассказе то, что мне это дало. Ну, это дало мне не выйти в окно, да. Да ты что, правда? У нас совпало. Да, каждый раз, когда я там собиралась выйти в окно, я понимала, что у меня есть дети, у меня есть вот эта вот вся моя история, и это очень сильно, ну как бы сберегло, по крайней мере, моё тело там, да, от всех. Во время, мы слышали, мурашки к табуном бегут, потому что это как будто бы в приоритетах тут уже типа не до творческой жизни, тут уже лишь бы было кому потом творить, оставайся. Вау. Пока Марьяна говорила, поняла, что на самом деле эти истории очень похожи, в смысле, неважно, как они выглядят, даже если обратка, как у меня была обратка, вот типа, да, я выбрала себя, но то, что случилось потом, то, что я закрылась, то, что я не смотрела, то, что я там нахуй вертела как раз-таки ещё после этого ближайшие пять лет, ну как бы там, ух, мама не горюй, я очень долго виноватила себя за вот эти следующие там пять лет, что как же так, я же вот не жила по душе, там та-та-та-та-та, но сейчас оборачиваясь и потом осознавая вот эту всю историю, я говорю, может быть, спасибо даже, да, вот той части, которая заморозила меня, то есть не справилась сразу, типа не справилась, да, в кавычках, потому что таким образом она сохранила мою целостность и сохранила мать своим детям, потому что меня могло вынести, ой-ой-ой, как сильно, если бы я сразу туда посмотрела после родов, во всю эту историю с разводом, с тем, что я выбрала себя в 22 года, я бы просто бы не справилась бы тогда, вот, и что это потом долбануло, только через 7-8 лет, это было как раз-таки экологично по отношению ко мне, к моей психике, которая чуть более созрела, чтобы всё это увидеть, поэтому тоже, не знаю, у меня не придумывается девиз, но есть, я сегодня ощутила, а я хочу тебе предложить, а ты мне скажешь, что ты на него чувствуешь. Давай. Мы всегда живём по душе, даже когда голове кажется, что не по душе. Да, мне вот тоже такое, приходится по всему своё время, что не нужно себя там как-то торопить или там винить за то, что это там что-то не вовремя, оно всё вовремя. Что не значит, что не надо копать. Да, только хотелось добавить, так и детская жизнь. А вы знаете, что всегда живём по душе, невозможно не копать. Невозможно не копать. Да, ну как бы даже если не копать, то оно как бы всё равно тебя так накроет, что тебя будет не... Ну как бы не надо себя это стимулировать тоже копать, да, потому что как бы когда накроет, так, ну как бы оно... Не сможешь не копать. Не копать, да-да-да, невозможно. Да, всему своё время, кстати, похоже, это твоя фраза, Тань. Да, мне иногда так хочется себя поторопить, чтобы уже вот сейчас, уже вот прямо сейчас, да, а вот надо о ней помнить, что оно все случается, просто, да, не сразу. Я к этому прям еще мне подраспаковалась, когда в 14 лет я не понимала, что со мной происходит, люблю рассказать эту историю, там, но он всего разного был в подростковом возрасте, я сжигала дневники, я помню, как я стою такая на пепелище значит, всего понаписанного, вернее уже сожженного, и говорю себе, что я сейчас не понимаю ничего, что со мной происходит, но я потом вырасту, и я себе все объясню. И вот с четвертыми родами, про которые тоже сегодня говорила, роды, они случились один раз, но это не отменяет того, что спустя 5 лет я могу туда прийти и забрать ну, как бы ту часть, которой пришлось подождать. Вот мне прям тоже про эти роды свои вторые хочется так сказать, что мне, ну, как бы, наверное, пришло время туда вернуться и забрать там вот, ну, или как-то вот только этот, вот на пепелище я сейчас, вернее, там стояла, да, и вот ты сейчас, вот ты, когда я вырос, то я пойму, чего, вот, вот я выросла, и теперь я смогу спокойно туда пойти и посмотреть на все вот то, что там осталось. Как ты сейчас себя чувствуешь? Прекрасно себя чувствую. Такой, знаете, чувствую себя очень устойчиво, и прям чувствую стопы свои, и прям как я крепко стою сейчас на земле. Спасибо тебе большое. Спасибо огромное. Слушай, для меня эта история подняла первые роды, неожиданно, кстати, и я благодаря этой Таниной истории и переосмыслению вот этой своей первой истории испытала чувство глубокого уважения к себе той. Я очень долго не испытывала это чувство. Я перерабатывала историю, медицинскую историю, там, социальную историю, историю развода, сепарации с мамой, уезда-приезда, там, та-та-та. И как будто бы вот эта вот часть выбора себя, она ушла в тень. Как бы я замечала её, ну, как бы туда, а тут я её прям так... Она для меня выпуклая стала, и у меня благодарность и тому, что было после, потому что я не смогла бы это переварить, вот то, что я называла в конце, да. И то, что это было найдено там лет через семь-восемь, и как, тоже через кольцо депрессии после третьих родов, там, да, вот это вот. Короче, у меня как будто бы картинка разноцветная стала из сепии, и я чувствую благодарность к себе, к замеченности той дикой части, и очень много благодарности, кстати, к мужу, к моему, который повёлся вот на ту дикую часть, который захотел меня ту дикую, и у меня появилось больше смелости предъявлять её ещё. Вот. И, кстати, да, он же-то увидел именно её. А у тебя чего? Наверное, мне было действительно очень дорого сказать фразу, что не бывает жизни не по душе, потому что я представляю себе, как много она поднимает вот этой, той части, которая копает, которая говорит, ну как же! Я это всё точно не хочу, или я его точно не люблю, или там ещё что-то, но в этом я испытываю даже какое-то садистское удовольствие, так сказать. Но на хороший садист, такой добрый, что да нет, ты посмотри, это же всё ты сделала себе сама. Даже если оно как бы само приползло, я типа там сама ничего не делала, оно так само сложилось. нет, с нами ничего само не складывается. Вот. И мне целительно, наверное, и цельно как раз, да, соединять эти части. И вот то, что я той себе, я, вот, та я, которая выходила замуж, которая была с двумя детьми, была очень эзотерична, и очень... У меня было много юношеского максимализма, в котором как раз существовал этот параметр жизни по душе. И сказать ей, что спокуха, у тебя всё по душе, это такой вау. Ну, как будто бы это для той меня, двадцати трёх, там, двух- и двадцатиоднолетней, очень необычная мысль, потому что я себя очень гнобила, не уважала, ненавидела за то, что я живу не по душе, за то, что я оказалась такая слабая, ну, вот этого, да, не выбрала себя немужественная в этом, там, слабохарактерная, даже не знаю, что. Ну, то есть, вот, я, а в этой фразе я как будто бы, ой, блин, не только помирилась с собой, но, ну, короче, да, произошло что-то целительное. Марьяна включила внутреннего Сапольского, да, всё по душе, как бы только Сапольский с точки зрения гормонов и работы мозга объясняет, а ты с точки зрения... А я помнишь, тебе говорила, что мне нравится, мы же Сапольский. Выбора нет, но каждый выбор объясним и правильный. Это, это нам переначивая это всё о любви. Конечно. прин�щин. Продолжение следует...